Всем приветик! Всем доброе утречко или уже добрый день, потому что уже час дня. Час! Мне сейчас надо будет уехать по делам. Я сегодня еду наводить красоту, ляпоту. Короче, я сегодня хочу поехать к косметологу, чтобы немножко себя освежить. Да, вот. Кирюха ещё спит. Я её не могу разбудить, я её не буду будить. Пусть спит. Вот надоело. Каждый раз она спит, да неизвестно какого времени. Это просто ужас. Я не знаю, как можно так долго спать, как можно так долго находиться в состоянии горизонтального положения и ничего не делать. Погода у нас на улице лютая. Вообще ничего прикольного. Моросит мелкий противный дождь. Гадость, бяка. Фу-фу-фу. Выключили свет у нас. А я такая сидела в телеграм-канале, переписывалась. С вами сижу, общаюсь. И тут встаю, не могу понять, что-то не то, что-то не шумит. Я привыкла, что у меня вот эта вот поилка, она всегда какой-то звук издаёт. И тут вообще тишина полнейшая. Я выхожу и понимаю, опачки, Америки, Европочки. А света-то у нас нету. Но да ладно. Главное, чтобы у нас связь не пропала. Потому что мне через полчаса надо будет уже выезжать, ехать по делам. Ехать по делам. Короче, как-то так. В общем, ребята, всё. Через пару дней вы увидите совершенно другую машину. Это я шучу на самом деле. Не, просто поеду, сделаю там чисточку лица. Короче, немножко приведу себя в порядок. Потому что я последний раз у косметолога была ещё, наверное, до войны. Да, наверное, ещё до войны. Или нет? Короче, я уже и не помню. Давно это было, как это говорится, и неправда. Сегодня у нас пятый четверг. Здесь, как всегда, тихий час. Никто не собирается просыпаться. Ну, а тут можно, наверное, включить буковки, чтобы как-то немножко развеселить себя и всё, что происходит. Как-то немножко сделать ярче, что ли. Вот типа так. А ещё лучше вообще вот так. Вот это забыла. Вот это забыла. Как это я так смогла? Тарарам. А вот, кстати, вот эту вот штучку я, знаете, куда одеваю сейчас на данный момент? На проектор. Вот так вот, чтобы он был красивенький. Ты, Руся, я даю, даю. Тихо, подожди. Сейчас даю. Тара хочет пить, а у неё выключилась поилка. Надо сейчас всё включить. Всё, пей, малышка. Я включила. Всё, водичка течёт. Посмотри внимательно на поилку. Водичка течёт. Вот. Кто-то идёт, кто-то спешит. Неужели, Кирочка, это называется уже не доброе утро, а добрый почти вечер. Ну, уже как бы, зайка, час тринадцать. Молодя, утром проснулась. Ты думала, что ты утром проснулась? Утром я тебя будила. Не помню. Не помнишь? Ну, ты, кстати, хорошо выглядишь. Кстати, Кира сделала новые ноготочки. Ну, да, я покажу, потому что все хотели. Вернее, все хотели. Не все хотели, а я хотела увидеть. Смотрите, какая красота. Я обещала в телеграм-канале сегодня выставить ноготь. Ну, выставь. Выставь в телеграм-канале ногти. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, там выходит всё чаще. Чем влоги. Да. Потому что влоги Кира никак не может снять. Она снимает влоги один за месяц. Ну вот, смотрите, мама сейчас сняла мои ногти. Да. Вы их увидите только через два дня. А в телеграм-канале вы увидите? А в телеграм-канале вы увидите сразу. Видите как? Видите как? Так что, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал Кирюшкин. Вот тут вот он. И на телеграм-канал мой. Вот тут вот он тоже. И не забывайте переходить в чат телеграм-канала, потому что в чате самая-самая активненькая. Что, котик? Света нету. Да, света нету. Его выключили. Я сама в шоке, потому что несколько дней не выключали. А сегодня в балбах и нету его. И выключили. И даже неизвестно, когда его выключили. А у Вики выключали. И у Егора выключали. Или поутам выключали. А у нас не выключали, видишь, вчера не выключали. Позавчера на полтора часа, по-моему, только выключили. Так что как-то так. Так что, может быть, сегодня тоже на чуть-чуть, а может надолго. А я не знаю даже, когда выключили. Я не имею понятия. Я думаю, что где-то в пол первого. Я так предполагаю. В первом? Да, в пол первого. Ну, в 12-30. Китя, я тебя сейчас оставляю, Маська. И я уезжаю. Завтрак на столе. Я же еду к косметологу. Я буду наводить красоту. Лепату. Помолодеет на стол. Да, вообще. Именно лет на сто, да. Так, что нам нужно здесь сделать? Знаете, что нам нужно здесь сделать? Включить огни вот эти вот. Почему? Потому что очень уж сегодня хмуро и пасмурно. И поэтому хочется чего-то яркого. Павербанк. Опачки. Опачки. И красота сразу же, да? Только знаете, что я делаю? Я сразу же переключаю на не мигающий режим. И всё. И тут сразу так. Опачки. Кровать. Всё готово. Красота. Да, собаки? Красота, красота. Лепота, лепота, лепота. Кто тут у меня под ногами ходит? Снежочек. Ходишь, бродишь под ногами. Снег любимый. Мой малыш не кусайся. Ладно, что делать? Буду я собираться переодеваться. В таком виде я точно уж не поеду к косметологу. Надо хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть вот так вот. Но хотя может и так нет. Так точно нет. А то она посмотрит на меня и скажет. Ты чё, Маша? Вообще. У меня зеркало чистое. Я в шоке. Я просто в шоке. Всё. Кири завтрак накрыла. Её спокойно оставила. Теперь спокойно могу ехать по своим дичьям. Девчачьим дебюшкам. Так, что у нас тут в почтовом ящике? В почтовом ящике у нас ничего. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Ну что, я приехала. Только я не помню, куда я приехала. Я, вернее, не помню немножко адрес. А, вот всё, я нашла. Потому что я здесь уже сто лет тому назад не была. Но я, как всегда, приехала раньше, чем нужно. Так что мне придётся потусить, погулять. Хорошо, хоть не холодно. А я сюда. В красоту. Ой, ребята, всё. Я красотка. Через две недели буду вообще красопед. Думаю, как его ехать. Своим ходом, наверное, поеду. Посмотрю на город. Какой он красивый. Я, вроде бы, нормально выгляжу. Так что можно и на маршрутке покататься. Знаете, как я уже сто лет на маршрутке не каталась. Я даже не знаю, какие ходят. Я даже не знаю, где они ходят. Так что сейчас мы всё проверим. Смотрите, какое название прикольного шаурмы. Министерство шаурмы. Я, если честно, я как дикарь сейчас в городе. Столько людей, столько машин. Я такая хопа спряталась, чтобы меня никто не видел. Работает? Сейчас я зайду. Наконец-то нашла свой карандаш. Любимый для бровей, который у меня уже закончился. И сейчас обязательно себе его куплю. А я, честно, думала, что в Аминесо уже не работает. Я так рада, что купила себе карандаш. А теперь вот это, думаю, может быть Доби купить игрушку. Тут реально качественные, хорошие игрушки. Такие ещё, ого-го, долго будут служить. Но очень большие. Смотрите, какая чашечка миленькая. И самое главное, что с двух сторон одинаковая. Прикольная. Есть ещё синенького цвета. Ой, боже мой, какое всё приятное. Куда я вообще попала? Куда я попала? В рай. Понимаете, я попала в рай машин. Потому что я обожаю всякие такие штучки для дома. Вот и для собак игрушки. Блин, это большая. Это больше для Терусика. А для Доби надо поменьше что-то. Чтобы он мог взять и бегать. Это тоже большая будет для него. Жалко, жалко. Ему вот такое надо. Вот это он будет бегать уже и радоваться. И со всех сторон он сможет её взять. В общем, здесь игрушек нет. Зато есть платье. Можно на кого-то одеть. Но это не платье, это полотенечко. Но прикольно. На какую-то куклу вообще. Купил полотенце, получил платье. Я нашла то, что я искала. Я хочу вот такое взять. Я хочу вот такое взять. Я хочу вот такое взять. Чтобы я до из Миннесу не вышла без покупок. Ай, дома будет вкусно пахнуть у меня. Единственное, я теперь только не знаю, куда мне идти. Где тут останавливаются маршрутки, которые мне нужны. Я немножко потерялась. И я на самом деле не знаю сейчас, как ходит транспорт. Поэтому я не знаю, куда мне идти и что мне делать. Но я нахожусь на Крещатике. Хорошо, что сегодня погода классная. Дождь, правда, идёт. Но это всё фигня. Мне надо знать, куда мне идти. Куда мне попасть. Я в шоке идти на метро. Или как. Наверное, или как. Я такими маленькими темпами уже дошла до нашего университета. Червоного. Короче, уйду до университета Тараса Шевченко. Сейчас как раз нахожусь в парке Тараса Шевченко. А вот там вот вдалеке, видите, красненькое виднеется. Это университет. Он там такой красивый-красивый. Я до сих пор не могу понять, как мне добраться домой. Поэтому я иду пешком. А почему не могу понять? Потому что большинство транспорта уже не ездит, как ездила раньше. А из-за того, что я сто лет не каталась на транспорте. И вообще вот первый раз вышла в город. То я не знаю, как мне добраться. Пешком как добраться, я знаю. Поэтому я пешком иду. Погода хорошая, я наслаждаюсь. Я нашла свою маршрутку, я доеду домой. Что-то мне повезло. Вот это мне повезло. Смотрите, какой дождь у нас начался. А я зашла в АТБ, купила чуть-чуть продуктов. И теперь не знаю, как мне домой идти. Пешень, матрешень. Как же это не прикольно. Но надо идти. Такая красивая от косметолога шла. С пакетиками несеток. Такая прям милая-милая. Обратная уже пруссия. С кучей продуктов. Тя Маруська, как кто скажет, Маруська Климова. Прости, любимого. Я приехала. Намокла, конечно, чуть-чуть. Да, снежочек. Намокла, и оно что сделаешь. Тут, как всегда, Кирюха поставляла все свои продукты, которые кушала, ничего не упрала. Но я, в общем, еще зашла в магазин. Как всегда, покажу, что я купила. Купила лечо. Та-на-на-на-на. Это для себя. А огурки. Огурки соленые. Потом черри соленые. Тоже, короче, солености и куча. Творожок. Сырнички хочу замутить. Хлебушек, яиц, как всегда. Яйки тоже, как всегда. Вот, понимаете, без этого никуда. Кирюшки активные. Без сахара, без добавок, без комочков, без всего-всего прочего. А потом у нас что? Сметаночка. Тоже для творожочка. Собакам купила сердца, потому что у них закончилась еда. Может быть, сегодня, может быть, завтра приготовлю. Сырочек для горячих бутербродиков. Снег на меня обиделся. И снегу, конечно же, я купила. Корм, 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 корм. Снег, я тебе взяла, но попозже дам. Так, это я то, что в АТВ. А что я взяла в Минесо? А, нет, еще сырочки взяла. Тоже все для Кири. Видите, у меня для Кири все. Короче, в Минесо я взяла вот такие вот диффузоры. Один вот такой. Слушайте, он пахнет таким, знаете, но вот для меня очень нежным и приятным мылом. Вот реально мылом. Ну, только запах чистоты. Я не знаю, что здесь такое, потому что здесь написано все на English. А, juicy fruit. Juicy fruit. Мне пахнет свежестью мыла, но приятный запах. А второй диффузорчик я взяла мята. Просто мята. Тоже очень нежный, очень классный запах. И вообще, люди, которые были в Минесо, слушайте, они все сразу же шли на второй этаж и все шли за диффузорами. Этот я забрала последний, этот еще оставался один. То есть я успела реально вовремя прийти. Ну и, конечно же, я в Минесо взяла свой карандаш, потому что у меня уже закончился. И, честно говоря, я вот это думаю, чего я не купила два. Думаю, ладно, никуда не денемся. Куплю пока один. Это мой просто самый любимый карандаш. Я уже много раз про него говорила. И можно и ресницы красить. Ой, ресницы. И брови. Вообще-то он для бровей. Но я его использую немножко по-другому назначению. Я его использую для глаз. Ну вот реально для глаз. То есть я делаю такой, типа, базу под тени этим карандашом. И я просто кайфую от него. То есть вот он вообще на самом деле, видите, тут кисточка идет. Здесь идет карандаш. Но карандашей у меня таких уже дофига и больше. Реально дофига и больше. Вот. Потому что я ими просто не пользуюсь. А вот здесь вот идет вот такая вот спонжик, где ты можешь вот делать... Боже, какой он новый! Боже, какой он новый! Так что я им делаю такой, типа, тон на века. И потом уже покрываю это все тенями. Но я вот именно вот этот карандаш... Я всегда его покупаю. Кирюха мне его дарила на Новый год. То есть я кайфую. Я же говорю обалденный, обалденный. Давайте посмотрим, что у нас здесь с диффузорчиками. А, ну и да, конечно же, я себя в порядок привела. Мне надо будет еще через несколько дней пойти снова, через пару неделек, на повторные процедурки. Может, то я буду потом красавица. Просто писаная и не писаная. И невозможно открыть эту красоту. Мне-то не нужна же эта правильная коробка. Зачем мне коробка? Зачем мне коробка? Маша распаковщица еще так! Ну зачем они так запаковали, что его не достать? Ох, какая бутылочка красивенькая! Боже, как все мило и красиво! Только посмотрите! А к этой бутылочке, ребята, посмотрите, какие палочки красивые идут! То есть все настолько стильненько! Ха-ха! Это вообще-вообще! Сейчас мы как все это закрутим, сейчас мы как все это замутим. Ах, как пахнет! Господи, как же это вкусно пахнет! И куда же мы это все поставим? Ну, наверное, в комнату. Ой, посмотрите, какая красота! Стиль, стиль и ничего кроме стиля, да? Эстетичненько, красивенько и просто очумительно замечательно! Так, ой, боже мой! Ну, слушайте, надо было два брать! Он в пробнике не так звучит, как в реальности! Вот действительно, настолько приятный запах! Сейчас еще этот откроем! Сейчас еще этот откроем! Посмотрим, что у нас здесь! Здесь у нас бутылочка немножко другая! Посмотрите, какая! Просто какие-то морские водоросли! Обалдеть! Пшеница! Что это такое? Какой-то гриб непонятный? Или лист? Черт его знает, что это! Да! Попробуй! Ой! Слушайте, ребята, и этот запах просто обалденный! Просто обалденный! И здесь, кстати, тоже коричневые палочки! Этот я не знаю, куда даже поставить, но мне все нравится! Мне и этот нравится, и тот нравится! Бог ты мой! Наверное, этот я поставлю! Этот будет стоять здесь, а эту красоту я поставлю все-таки в комнату! Пусть в комнате вкусненько пахнет! Ну, а теперь я такая красивая, ну, а теперь я такая классная! Должна пойти снова мокнуть на улицу! Потому что меня вот там вот ждут мои собаки-барабаки! Потому что меня здесь тоже ждут собаки-барабаки идти на улицу гулять, а? Боже, как страшно! Ну, учится, ну! Я даже не представляю, если вы сейчас увидите, что там творится, вы совсем расстроитесь! Ну, ладно, собирайся, одевайтесь! Одевайся, все! Ты, Ра, одевайся, и ты тоже! Пойдем гулять! Да, гулять пойдем! Хочешь писать, какать? Пойдем! А там, походу, дождяра начался еще больше, чем надо! Но, я вам скажу, ребята, этот запах, вот этот вот синенький, вот этот вот бирюзовенький, обалденный! Так пахнет сейчас в квартире вкусно! Надо было забирать все, что там было! Вот я всегда так! Я всегда думаю, взять две, взять три, взять четыре, чтобы было потом! Потому что, насколько я знаю, в Миннесо у них там постоянно пропадают они! То есть, как бы, сейчас есть, потом новая коллекция, новый завоз, и этих ароматов уже нету! Я в прошлом году, помню, гонялась за свечкой, новогодней свечкой, тоже купила в Миннесо, и я ее нигде не могла найти! И сколько я не спрашивала в магазине, мне говорят, все, все, уже таких не будет, уже таких не будет! Вот я вот заглупила, не купила больше! Ладно, ладно, так и быть! Так и будет! Я пошла с собаками гулять! И вот этот вот аромат тоже очень вкусно пахнет! Вот сразу чувствуется запах в квартире очень нежный, очень приятный и очень классный! Все, все, собираюсь, собираюсь! Кирюха домой идет! Ну, так интересно! Позвонил Егор, и такой говорит, Теть Маша, вы выпустите Киру на улицу? Я говорю, так она гуляет! Не, ну она сейчас домой придет, а потом вы ее выпустите? Я говорю, ну потом это все будет зависеть от Киры, захочет ли она на улицу! Не, ну вы ее выпустите, говорю, короче, и город встанет меня! А у меня, смотрите, где Дед Мороз висит, он на меня упал, падает постоянно ночью! Вот именно ночью падает и меня пугает! Поэтому я его сюда повесила! Все равно ему скоро отсюда нужно будет уходить! А давайте Киру впустим! Привет, солнышко! А я тебе написала в инстаграме, а в вайбере, чтобы ты сбросила фотку в телеграм ногтей! Бо все жду с самого утра, а ты все нет! Я сбросила! Когда? Как когда? Только что! А, только что! Только что это хорошо! Что, у тебя плохо? Да! А? Да! Животик болит? Да! Кушать хочешь? Чай? Да! Капучино, горячий шоколад, чай! У меня для тебя есть сюрприз! Косюль! Вкусный! О, спасибо! Пожалуйста! Так, чтобы у тебя животик не болел! Что творится, что творится? Животиночка болит! Животиночка или животик, Кира? Что у тебя болит? Животик! Животик! Ох, это женская сложная доля! Короче, я пью обезболивающее! Уже до этого дошло! Я когда-то тоже пила! Не знаю! Пожалуйста! Водички туда добавь и перемешай! Сколько? Все, 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 все! На! Перемешай! И тебе станет легче! И сразу станет легче! А если ты еще выключишь телефон, то вообще будет легко! На! Ты, мое чудо! А где эта штучка? А где эта штучка? А, вот же она! Так! Самая классная подставка, которая у нас есть для телефона, ребята! Это вообще куплено в магазине, по-моему, 3 метра за какие-то 16 гривен! Но вы посмотрите, насколько она обалденная и насколько она компактная! Все! Это вся подставка! Раз! Она удобная! И готова! И она очень удобная! Держи! И смотрите, какая красота получается! Без снега красоты не может быть! Да, Бюшечка, на тебе вкусняшечку! На! Смотрите, какие классные печеньки! Знаете, с чем они? С козьим сыром! Специально для собак! Кстати, Кира, ты заметила, как вкусно пахнет в квартире? Зайди в комнату! Вот тут даже я слышу запах! Нравится запах? А зайди в комнату теперь еще! Все, тебе все равно придется туда пойти когда-нибудь! Потому что на кухне пахнет по-другому! А в комнате? Боже, как в комнате красиво! Ну как? Ничего не чувствую! Ты что, корона? Нет! Ну туда! А вот тут пахнет! Вот! Понюхай вот ту вот зелененькую штучку! Нравится запах? Да, прикольный! Нежный такой, классный, да? Иди, моя болеющая! Шкаф! Ну, Кира, ну почему ты шкаф никогда не закрываешь? Там у тебя в банке! Вообще! Ну хоть зеркало у меня чистое, ребята! Чистое зеркало! Это уже прогресс! Кстати, Кира, я тебе не говорила? Слушай! Мне сегодня пришло приглашение на проект Супер Мамочки! Ты серьезно или это прикол? Нет, серьезно! В смысле? Вот так вот! Мне сегодня пришло приглашение на проект Супер Мамочки! И мне нужно поехать на кастинг! Но я не хочу! Хочешь? Нет! Реально не хочу! Они же там все больные, эти мамочки! Дереку показывать будут! Ты серьезно не шучу? Я серьезно не шучу! Это не какой-то пранк? Нет! Я серьезно тебе говорю! Я тебе сейчас покажу! Давай! Так я не хочу! Хочешь? Кира, ну там же больные мамочки все! Хочешь? Ты же представляешь? Я же там с ними подерусь, поругаюсь и вообще... И там, я тебе столько просмотра! Это же будет капец! Они же возненавидят моего снега, который ходит по столу! Ты представляешь? Я им тут приготовлю кушать из пиццы! Потому что я же не буду стол накрывать! А еще на эту пиццу ляжет снег сверху! Они скажут, фуууу! Мы здесь кушать не будем! Так не будет на этих мамочек! Дизентерия! Антисанитария! вытремуется так и шо мне пофиг на мамочек вас или интересно что скажет карпачев скажем мне карпачев тоже интересно что скажет ладно мы об этом еще подумаем нет я не шучу я серьезно показала кире на свою голову что меня действительно пригласили на пресс супер мама она взяла прочитала это сообщение ответила дамы не цикаго ну ребята но я не хочу да ну ты же стану я я хочу меня по телевизору покажут я хочу меня по телевизору покажут тебя и так каждый день показывают every day по телевизору и youtube это не телевизор а явный телевизор который я не смотрю я хочу вот напишите мне пожалуйста что делать я же говорю я реально я хочу я реально нет я хочу я реально не хочу я хочу пожалуйста короче это все это трэш это трэш это трэш это просто трэш все ребята на этой трешовой ноте я вам скажу всем пока я пошла с ней разбираться потому что я ее сейчас убью потому что она сделала очень большую как у я хотела еще подумать хотя бы дня три она взяла а вы будешь думать не успеешь на сразу говорить всех люблю всем пока